Спланировать путешествие в Брест несколько кликов мышью. Теперь это реально. Сегодня сотрудники сектора спорта и туризма отдела образования спорта и туризма горосполкома запускают в сеть интернет новую платформу информационно-туристический портал. Его цель объединить всю имеющуюся информацию, которая бы пригодилась туристу во время путешествия. Краткая справка о главных историко-культурных объектах, сайты гостиниц и спортивных учреждений, а также отдельная вкладка с комплексным разъяснением о деятельности безвизового режима на территории туристско-рекреационной зоны Брест. Не нужно будет искать информацию на сайтах различных туристических фирм. Там будет аккумулироваться вся информация о туристической инфраструктуре города Бреста. А также на основной странице будет размещена информация по безвизовому въезду, где как можно ей воспользоваться, как зарегистрироваться. И я считаю, что этот информационно-туристический портал – это единственная возможность, где турист будет иметь полную информацию о городе Бресте, вне зависимости от того, в какой стране он находится и какие цели он преследует, приезжая в город Брест. Брестский городской информационно-туристический портал – это продолжение работы по эффективной реализации указа главы государства за номером 462 об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Напомним, первые гости воспользовались новой услугой еще 1 января. Сегодня их уже более сотни. На 14 января текущего года по безвизовым режимам использовалось уже 123 туриста. Это туристы не только из ближайшей Польши, но это Литва, Германия и Словения. Они приехали уже на территорию Брестской области, посетили нашу Брестскую крепость и также Беловежскую пущу. Координировать пребывание иностранных гостей в Беларуси будут только туристические фирмы, имеющие на этот вид деятельности специальную лицензию, в их числе комплекс «Брестный турист». Сегодня здесь созданы все условия для того, чтобы организовать для гостей отдых по высшему разряду. Кроме организации комфортного проживания и питания, здесь можно подобрать ознакомительную экскурсию и даже приобрести памятные сувениры. Спрос на услуги Брест-интуриста есть. К нам в «Брестный турист» обратилось уже несколько групп из Польши, из Белой Подляски, из Терресполя. Это группы детей, которые на каникулы хотят приехать к нам и позаниматься, поплавать в наших спортивных сооружениях, покататься на коньках в Ледовом дворце. Первое, что их интересует, конечно, это условия пребывания здесь и, конечно, условия оплаты. В перечне предложений особой популярностью у туристов пользуются объекты культуры и истории. Это в первую очередь мемориал «Брестская крепость-герой». С интересом гости города наведываются в археологический музей Бересте, музей спасенной художественной ценности, краеведческий музей, фонды которого насчитывают более 170 тысяч предметов. Как любой музей, мы транслируем историю нашего края Берестейского и наши коллекции, которые насчитывают более 170 тысяч предметов, я думаю, будут интересны не только для жителей нашего региона, как носителей этой истории, но и для иностранных туристов, которые, как теперь, уже могут без виза приехать к нам и вот это время провести в наших экспозициях. По итогам 2017 года экспорт туристических услуг для города Бреста составил 3 миллиона 540 тысяч долларов. Безусловно, эта сумма внушительная и такой город, как Брест, для него это колоссальное вложение в экономику города. Конечно же, с подписанием главой государства этого указа мы рассчитываем на значительный рывок, в этих цифрах, которые, возможно, удвоятся, возможно, и утроятся. Сегодня в городе Бресте расположено 20 гостиниц, которые способны принимать до 2000 туристов. Кроме того, на территории рекреационной зоны достаточно много агроусадеб, частных агентств, поэтому здесь мы проблем с заполнением гостиниц не видим абсолютно. Мы готовы принять туриста в любом количестве.